Ну, поехали тогда. Поехали потихонечку. Цель познакомиться с одной из работ процесса управления требованиями, управления scope system и обсудить, как формируется граница системы, как формируется scope. Ну, и для того, чтобы картина с процессом управления требования была понятна, вот я открыл живую руку. Вот работы, которые здесь... Эта картиночка будет на слайдах, ну вот я ее показываю в живом исполнении. Что такое методология решения файн-процесс? Кто знает, кто не знает. С одной стороны, это большой электрон-вэксправочник, который существует в различных версиях, вариантах, вы его можете сами сгенерировать. А с другой стороны, он описывает образец бизнес-процесса создания программного обеспечения. То есть, фактически, там инвентаризированы роли, инвентаризированы работы, инвентаризированы материалы, артефакты, их шаблоны, как образец выполнения работ при создании программного обеспечения начала до конца. И продукт существенно настраивается. Мы будем работать вот с этой дисциплиной управления scope of system. Ну, соответственно, чуть-чуть общие такие слова, которые всегда говорятся, когда речь идет о методологии. Большинство проектов разработки программного обеспечения неуспешны. То есть, успешный проект. Уложились сроки, уложились во время, в деньги, и заказчик доволен, то есть потребности заказчику удовлетворены. Вот раз в год Scandish Group проводит обследование американских проектов создания программного обеспечения, и получается достаточно устойчивая, непонятно почему, стабильная статистика. Примерно четверть проектов прекращаются инвесторами до окончания. Примерно половину проектов перерасходуют время и деньги в полтора-два раза. И только, ну, где-то треть, тридцать процентов, плюс-минус, два-три процента успешно завершаются. Причем вот эти цифры, в общем, постоянно раздражают топ-менеджеров. То есть, получается, что они не понимают, почему такая устойчивая ситуация. Ну, опыт показывает, что ситуация устойчива из-за того, что, когда проект начинается, он небольшой, обозримый, кажется, что несложный, то никаких специальных мер, скажем, для определения целей бизнес-системы, для постановки, скажем, процессов управления изменений не ставится. Визуальное моделирование ставится. Но вот маленький хомячок, да, наш, вот, наш программ растет, превращается в медведя. И когда вот он уже вырастает, то у нас уже, как бы, быстрого переключения навыков регламентных вещей, инструментальных вещей не хватает. Ну, соответственно, вот, категории проектов, большинство проектов, это небольшие проекты. Ну, вот, скажем, средние проекты, небольшие проекты в Америке, это проекты до 750 тысяч долларов. Сейчас мы картиночку посмотрим. Ну, и, собственно, в чем проблемы по результатам вот этого хаос-репорта сегодняшнего дня? Нет, недопонимание потребности пользователей. То есть, фактически, требования, которые были сформулированы, они потребности, ради чего система задумывалась, не покрывают, не удовлетворяют. И это выясняется в ходе проекта слишком поздно. Значит, требования меняются. Хорошо это или плохо? Есть такой ответ, что плохо, если вы не готовы к тому, что требования будут меняться. Если система нетривиальна, то на начальных этапах полностью детально сформулировать требования невозможно. Отсюда очень простой вывод. Значит, невозможно правильно и точно оценить время и деньги. И, с другой стороны, когда требования уточняются, детализируются, заказчик получает, как бы, вот тот продукт, который ему нужен. Поэтому надо как-то правильно договориться о процедуре изменения требований в ходе проекта. Дальше. Программное обеспечение трудно сопровождать, вносить изменения. Постепенно, значит, продукт переходит в стадию сопровождения. Там есть свои процессы и процедуры. Они называются управление сервисами. ITL, ITSM. И есть своя методология. Но архитектурные вещи, связанные с легкостью внесения изменений, как требования к системе, следует вносить. Позднее обнаружение серьезных ошибок в проект, ну, серьезных недостатков в проекте. Ну, наиболее распространенные ошибки, наиболее дорогие ошибки, это ошибки в требовании. Неудовлетворение качества, низкая производительность. Ну, и, собственно, когда проект разрылся, непонятно, кто что делает, в том плане, что, когда создается очередной билд, непонятно, какие новые свойства там вставлены, какие ошибки исправлены. Вот здесь есть свои проблемы. Ну, и вот основная причина всех проблем. Начинаем с небольшого, ну, и, соответственно, работаем методом проб и ошибок, да? Ну, фактически, получается, мы начинаем строить без проекта, да? То есть, ну, как вот, есть такая шутка, программист поговорил по телефону с заказчиком и пошел мочить код, да, так сказать, вот. Когда приходят тестировщики, они говорят, ну, что, тестировать? Ну, вот, вот все работает, вот, 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 тестировать, да? В результате, получается, тестировщики восстанавливают требования. Ну, таким образом, получается, чтобы правильно составить проект, нужно понять, собственно, за что заказчик платит линии, что он хочет отбить. То есть, какие бизнес-цели. Ну, и, соответственно, вот, смотрите, еще причины возможных неудач проекта, да? Ну, они перекликаются с тем, что было, но, как мы сейчас вот увидим по факторам успеха проекта, половина факторов связана с работой с требованием. Вот эта картиночка, да? Это тоже сводка стендиш-групп из хаоса репорта, когда менеджер спрашивает, а что же влияет на успех проекта? Поддержка стороны высшего руководства, ну, это связано с тем, что система должна быть развернута и внедриться. Вот, известно, что при внедрении нужно, чтобы соблюдались три основных принципа внедрения. Это поддержка высшего руководства, первый принцип, при внедрении второй принцип, это поддержка высшего руководства и третий принцип, поддержка высшего руководства. Это связано с тем, что средний менеджмент при внедрении информационных систем снимается с монополия обладания информацией и обычно сопротивляется внутри. Ну, смотрите, участие пользователей в проекте, это изменение, это постоянные изменения. четко поставленные цели проекта то есть вот посмотрите пункт связанный с бизнес целями уже касается нашей темы то есть нужно определить некий фильтр на запросы на изменения и на те потребности которые мы не будем удовлетворять в ходе проекта когда бизнес цели будут определены когда мы начинаем обследовать предприятие собирать интервью что хотят пользователи то есть что хотят начальники подразделений то все говорят про свое после того как цели будут определены значит часть потребностей часть запросов на теле тотальную функциональность будет снята дальше смотрите минимизация границ проекта то есть минимизация скопа соответственно скоп объем работы объем системы границы системы надо как-то определить вот и стабильность требований то есть вот посмотрите четыре пункта связанные из факторов влияющих инспекцию проекта связаны с требованием и соответственно вы смотрите наличие достоверных оценок невозможно если нет стабильных требований ну соответственно правила программы инженерии правильные слова по которым стремятся менеджеры при внедрении методологии ну и собственно вот основные принципы ну здесь это наверное даже не принципы рупа это лучшие практики которые независимо от того какой методологии вы пользуетесь их следует внедрять то есть использование итеративности планирование и управление проектом на основе требований и есть специальная форма таких требований так называемые сценарии использования и основа с самого начала внимания на архитектуру на архитектурные представления нашей системы